Аплодисменты Я сказал 3 лет Ну ладно, пускай идет, но на сцене Скоро-скоро идет аллергия Только одну цифру называют 15 лет 12 4 года 2 года 3,5 миллиарда Официант аэрикоп на земля Сейчас Через 5 лет Будет где-то 4 миллиарда Монстр, который не побеждает Нигде За все времена человечества А человечество как? Лучше справляется с человечеством Сколько гусора Свалок Сколько заводов Всяких промышленных предприятий Сколько дыма в воздухе Двигатели И всякие Заводы, скажем Там, где металл обрабатывают Какие жуткие газы Запомнили? Сколько он? Аллергиком Это одна цифра Вторая Ни один человек еще Никогда От аллергии не избавлялся Все Хорошая картинка Вы знали это? Не все Вот девочка стоит Она принесла с собой аллерген Для чего он? Для того, чтобы я Раздразнил ее Чтобы я вызвал у нее Приступ И неприятные ощущения Давайте спросите Что у нее обычно Когда она общается С этим родожителем Что у вас бывает? Зуд, высыпание Кашель Кашель Ну ладно, идем дальше А у вас что бывает? Зуд, высыпание И слезы из глаз Ну дальше Еще Быстрее Кто Эта девочка Что скажет? Духи Я задыхаюсь А что с вами бывает? Мне плохо Я даже видимо могу Если в маршрутке еду И сильно духами пахнет Хорошо, дальше От холода Все От холода и бывает Что с вами? Лихорадка Чешется 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 Ну все Зуд Не так чешется, как зуд Хорошо? Что я с вами буду делать? Вот они Пронести с собой У Мария Эти раздражители Для чего? Во-первых Кто тут болит? Господь Если тебя войдет А ваша бабушка Дедушка Соседи Знакомые Начальники Никогда не болит Господь? Нет На сегодняшний день В мире оспы Нету Спасибо кому? Джейнер Умница Математик Врач В одном лице Догадался Слабыми Дозами Полумертвый Оспы Вводить Человеку И будет вырабатываться Защита Потому что когда жена Академия Оспы Не все умирали Находились в таких Деревнях Люди Жиры оставались В чем же дело? А то не крепкие какие-то Что-то в них крепкое А как сделать так Чтобы слабые Так же побеждали? Ну так делали Толсту слабые Оставляли Мертвые Водили Джейнер Напомните 1796 год И Пока Пока Приняли Не думайте Что сразу Вам дядя взяли Его Хорошо что Еще не наказали Не пачкали его имя Но Миллион людей спас Как? Никто на землях Я думаю Нет ни один врач Нет спаситель Столько не спас Реальных людей И вот Все сидят Спасенные им А у нас что? А я даю Вдохнуть Если Аллергия на Запах Запах Укна Всяких Или На вкус И на продукты И так дальше Вот они Принеси с собой Они когда падают Вы тут уже видели эти картинки Они лежат неподвижно И это Это достижение Самое главное И все Вот я сейчас с ними Что я буду делать? Мед Мед Ябл Ябл Открывай Открывай Все А во что? Сюда Куда саткните Кладите А во что? Ну давайте А вот ей надо уже вдохнуть Три раза вдохнете Хорошо? Раз Лучше Лучше Ноги свои? Да Ноги Протезов нет? Нет Носевки клапаны Свои? Шункирование делали? Нет Проказа нет? Отдайте ту коробочку Открывай Вот есть посольство Что зимой снега не добросишься А у вас ряда Это нам кусочек ряда Принесла Надо нам больше вынести Расстегните Чтобы доступ к вашей ширине Раздражаем Хороший место здесь Сон и артерию Значит кровь Артерия сразу до пяток Допустит сигнал О том что холод Которого она боится Души бывают? Нет А что бывает? То что с вами будет После этого У меня лихорадит Сразу температуру поднимать А что ты лихорадит? Ну трещук меня от холода Вот так вот Так Да Все Я Да-да-да Все закончилось Благодаря Не спешите Это брисковская Сказка впереди Сказка будет у нас Впереди Ри А На Где она? Иди сюда Мы поговорим И вы такого разговора Никогда не слышали И не знали Что такие разговоры Могут быть А сейчас Узнаете Что такое аллергия Раз И узнаете Как в мире Во всем мире С ней борются Надо Чтобы Эти дамы Никто нас Эм А вот Эта последняя дама Я сделаю Чтобы она встала Дамочка встаньте Последняя Встаньте Встаньте Иди сюда С этой стороны Зайдите Дайте ручку Встань 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 Говорим Ближе Спустя Спустя неделю Спустя неделю Встань 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 Тринадцатый год Встань 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 Да И это весь идет 14-й год Никуда не ездили Ничего И живете вы где Встанье Встанье Итак заканчивается 14-й год Вы продолжаете учиться в Мадельстуте Нет Я тогда училась в школе А ты тогда в школе еще училась Посмотрите какая девочка И с такой болезнью Она еще нашла в себе силы Сдать экзамены И поступить в академию Да Да Какой ты молодец Идет 15-й год Да А ну 15-й год Что в 15-м В 15-м стало ухудшение И при приступах у меня был удушающий кашель И сыпь, зуд и потеря сознания Потеря сознания от нехватки воздуха От нехватки воздуха Это происходило за 2-3 минуты За 2-3 минуты если бы что-то там взяли в рот съела или что Если не делали принезолон То я теряла сознание Ну когда прикосновение Ну когда прикосновение А возникало почему? Потому что вы что-то скушали или как Иногда скушала Иногда от запаха 14-й год Это какой 14-й или 15-й? 15-й 15-й год Ну какие события в 15-м году? Приступы были почти каждый день Мне ввели внутривенные инъекции принезолона Почти каждый день Принезолон, принезолон и принезолон Весь 15-й год Весь 15-й год И все вы живете где? В Астане В 16-й год В 16-м году в ноябре месяце я обследовалась в Израиле Поехала в Израиль Да, но до ноября 16-го года вы уже учились в институте? Да А как же вы там на занятиях были? Взяла академу отпуск в 16-м году А вот так? Да Училась на втором курсе И в октябре В октябре Вы решили, семья ваша решили поехать в Израиль Да Ну и что вам в Израиле? Там делали аллерготест на 93 аллергенов И определили, что у вас на 93 аллергена пищевых или за запахом связанных каких? Пищевые и лекарственные 93 аллергена, запоминайте все Дальше Ну сколько вы были в Израиле? Две недели Две недели Две недели Что-то назначили вам? Они назначили лекарство антигистанин Называется Тильфаст И еще громко Тильфаст Дальше Вы уезжаете из Израиля через две недели в Астану? Да Вернулась в Астану В 16-й год Но приступы продолжались То есть лекарство не помогло? Нет Хорошо В 17-й год? Да Ну давайте в 17-й В 17-м году так же продолжались приступы Приступы были каждый день И в апреле месяц я обследовалась в Южной Корее Значит поехали в Южную Корею Да Так? Ну хорошо В каком месяце? В апреле В апреле Значит с января по апрель вы были в Астане Положали регулярно, каждый день получала? Да, почти каждый день Внутривенно Внутривенно Ну и вот вы поехали в Южную Корею Сколько там было? Две недели Определяли количество Определяли какое количество аллергенов? 110 Сколько? 110 аллергенов 110 аллергенов Было 90 С лишним Теперь 110 Фактически вам уже невозможно было чем питаться? Да А как вы питались? Сидела на кашах, только на водяной Водяной кашах? Потому что она молоко было А если чуть молоко? Ну, приступы начались Как вам в Корее там было? В Корее приступов не было, тоже сказали то же самое, что в Израиле А приступов не было в Корее почему? Как вы думаете? Наверное от климата или от моря Молодец, хорошо мыслите Так, ну все, возвращаетесь спустя сколько, две недели, да? Да, вернулась в Астану и снова начинается Все то же самое Все то же самое Это у нас семнадцатый год Начинается восемнадцатый год В восемнадцатом году я заболела гриппом и ангиной И мне сказали, что нужно сделать антибиотики И делали антибиотики, но останавливали приступы и пронизованы То есть вам давали антибиотики, а у вас на антибиотике была аллергия Да, аллергия И чтобы не было реакции, то вам останавливали это преднизолон Да, внутривенно Внутривенно И так длился весь восемнадцатый год Весь восемнадцатый год До марта месяца В восемнадцатый год, а что в марте? В марте месяца я поехала в Алмату Была на ваших выступлениях В восемнадцатом году в марте месяца Она приехала в Алмату ко мне Да Я там выступал И что? Приехала в Алмату Я была на сценах с аллергенами Какой аллерген вы брали? Духи, порошок и на пыль Я вам там дал что-то понюхать или дал налить? Да, понюхать Вот так же сам уронил? Да А как падала, соображала или нет? Да, соображала А когда лежать, могла шевелиться? Да А, нет, не могла шевелиться Не могла Вот это было Лежала Лежала Все Ну и вот, у нас март Март, у нас Алмата Потом что? Все стало Как вам стало после этого падения? После этого у меня приступы прекратились Я смотрела все ваши диски И все нормально было Долго вы были там в Алмате? В Алмате 10 дней Сколько? 10 дней И все было хорошо Да Ни единой таблетки Ни единого укола Ничего Я предупредил Чтобы никаких таблеток не принимать Говорил такое? Да Все И диету расширила? Тогда В Алмате Стало немножко больше кушать? Да, стало немножко больше кушать Хорошо А я после Алматы поехал в Барнаул Да И что вы сделали? В августе вместе я поехала в Барнаул Когда? Разве в августе? Да, в августе Ага Приехали в Барнаул И посещала все ваши выступления Да Несколько раз я вас ранял в группе Да Брал группу людей И вы там сбоку стояли Да Ну это же была ваша инициатива И все шло как? После этого Это начали с марта до До какого времени? До августа До когда? До октября А что в октябре началось? В октябре у меня начало снижаться давление И Вас начало падать давление? Падать давление До 60 на 30 Врачи сказали что это от чего? От длительного приема глюкокортикоидов То есть пернизолона От длительного приема пернизолона У нее стали садиться надпочечники А это смертельная вещь, так? Да И что? И у меня кортизол был понижен И Они хотели лечить Но перед этим Сказали Ну Отправили к аллергологу Определили? Они А там делали мне аллерготест на 40 аллергенов Вели 40 аллергенов Вели вам 40 аллергенов Да Дальше что? После этого приступы возобновились Так Очень часто или так? Не часто И Был один раз отек к Винке До? После аллерготеста А после аллерготеста Они вам вели аллергенов Да У вас отек к Винке Отек к Винке Как вас спасали? Делали пернизолон И Увозили на скорой И там тоже делали Опять же пернизолон Да И Вот он 18 год Вы остаетесь в Астане Так? Да Что дальше? Потом сказали, что Снижение давления Это от надпочечников Поэтому Посоветовали На долгое время Принимать пернизолон На сколько времени? На 2-3 года А сколько вы за это время Приняли инъекции? В течение 3-х лет Около тысячи Около тысячи Внутривенных инъекций Сумасшедшего Сумасшедшего гормона Принезолон Она После этого я Я принимала в течение месяца Внутривенную инъекцию Принезолона И Потом Узнала на вашем сайте Что вы приезжаете В Казахстан Я тоже приехал В Петропавловск И вы сюда приехали Когда вы приехали В Петропавловск? В 9-го числа Что с того времени? 9-го числа Хоть один приступ был у вас? Нет, приступов не было И Принезолонов не принимал Я запретил сразу Да? И упрекнул вас Что я сказал? Что вы меня немножко предали Да Женщины предать нельзя Почему? Она дозволила ей Вводить эти тесты И снова К ненужному Принезолону Ну и вот уже начиная С 9-го апреля А сегодня на 22-е Что вы кушаете? Кушаю и все Абсолютно 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 И давление нормализовалось Давление И кашель? Кашель нету Ничего нету Ничего нету А что я с вами делал? 9-го апреля Что я с вами делал? Я вышла с картошкой И вы также уронили А вы принесли картошку А в другой раз вы принесли картошку Где там были какие-то еще добавки Антибиотики Да Первый раз у нас чистая картофелинка Небольшая А на следующий раз Оттуда она еще добавила Те самые Антибиотики Но я той и другой Положила и в рот И антибиотики И с этой картошкой Были во рту Но реакция она не дала И по сей день Все нормально Вот и все А что делать? Слушайте, что делать Что в мире такая ситуация? Кого обвинять Кого ругать? Никто же зла не хотел Но Пренебрегли ее все спасители Одним Внутренней аптекой Наша Внутренняя аптека И не знали доступа к ней И это во всем мире Свирепствует аллергиям Три с половиной миллиарда Вот таких вот Как эта девочка И еще похлеще и похуже Сколько еще и погибает Ну а я ее брал вот так вот ранену И все И она лежала И в это время Это особо благоприятный статус Открывается сфера бессознательная Канцелярия тела Вы же Она на каком курсе уже? Третий Третий курс Врач Еще чуть-чуть и она врач Поэтому С ней легко разговаривать Сфера бессознательного Которую канцелярия тела ведает Всеми процессами И она начинает Что делает? Вспоминать сама себя собой Не она умом А бессознательным я И что получается? Воспоминание нормы Теперь она в норме И дала мне слово Никогда в жизни больше Никаких медикаментов Таких типа Принезолон не брать Да? Да А с этой девочкой Из остальной Вы не контактили? В Алматы В Алматы Да, в Алматы Вам бы неплохо с ней подружиться Вот потому что Видите? Она уникальна В таком плане Вы хорошо, что так получилось А сколько таких Чтобы вот так мы не сидели Не разговаривали Вот с ними Мы же не разговариваем И с ними уже все хорошо Знаете? Сколько там? Пятнадцать было Еще сколько-то лет Видите, какие позы Лежат А почему они так лежат? Не удивительно ли? Как так-то так можно лежать? Риви А, да Да? Да Но вы еще Вы побудете здесь Немножко, да? А сейчас вас Ронять И мы попадемся Ронять? Да Да, ну хочет Ну давай Встала туда Встала туда А, сюда назад вернулась Она сказала Она сказала Она сказала Что у нее еще Аллергия На духи На запахи духов Я специально Перед тем, как знал Что мы будем разговаривать И я что-то сделал Поближе ко мне Принюхайтесь Нравится? Да Очень хорошие духи Мужчина калий Должен иметь подобное Я ее дистанционно В руки дать Дистанционно Так, как я обычно делаю А Все Да Такие трудности В том, как ее устранить А теперь вы будете знать Когда я Первые дни тут был И спрашивал Кого аллергия? Там один-два человека Поднимали руки А где остальные? В городе полно Людей страдающих Аллергия А почему они Не обратились И даже до сих пор Не очень-то Почему? А потому что Веритас Одиум парит Как перевести? Истина Рождает ненависть Успешные наши Телемосты И целый ряд случаев Которые постоянно Происходят Они Вызывают Ну, некоторое Такое отношение Вы, наверное, знаете Сколько Пресса Обрушила на меня Лжи Вранья Всякими Людьми Которые абсолютно Невежественны Но имеют возможность Вещать на всю страну Так Было Так есть и будет Во все времена Теперь я А тех женщин Которые тут Лежат Вставят Девочки Построились Построились Там Построились Понимаете Построились Как вы По-казахски Супы Что? Возвольте Что? Как вы Хорошо Девочки Вот это Знаете, дневное создание Шестнадцать лет Да? Шестнадцать Не займите Ну, все. Девочки. Слушайтесь.